Приветствую вас, Алёна. Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Глобальная проблема заключается в том, что вы пытаетесь, наверное, доказать мужчине, с которым вы сейчас в отношениях, что вы хорошие, что вы его, то есть мужчина, достойный. Поправьте меня, если я ошибаюсь, и боитесь, что он от вас уйдёт. Фактически, фактически, ситуация в том, что вас удерживает в отношениях страх, что он распространит видео, ну, где вы с ним занимаетесь любовью. И, собственно, этот страх удерживает вас в отношениях. Вот здесь, наверное, кроется один из ключевых моментов. Я потом ваш текст ещё перечитаю, потому что в нём есть много моментов. Но ключевой момент заключается в том, что вы, на мой взгляд, не можете определиться никак с тем, собственно, так а чего же я, вот, чего же я хочу. То есть я либо хочу с ним расстаться, и тогда, наверное, ну, надо бы подумать о том, как лучше вот с человеком расстаться, чтобы расстаться. И тогда можно в какой-то степени говорить о том, что ваши отношения фактически закончились, вы фактически признаёте, что не хотите больше ничего общего с этим человеком, вот, и думаете только о том, чтобы с ним расстаться. Либо вы стараетесь гармонизировать ваши отношения, что, в принципе, ну, то тоже можно, вполне себе можно сделать, вполне себе, ну, это вполне реально сделать, на самом деле. Вот. То есть мне кажется, что вам здесь вот как минимум надо определиться с этим. Следующий момент тоже такой достаточно важный. Это момент того, что мне кажется, что вы как будто, знаете, вот, ну, боитесь, или хотите, может быть, доказать человеку, да, вот, хотите, показать, ну, мужчину, вот, что вы хорошие, что вы достойны, что с вами можно отношения построить. Вот такое у меня ощущение. Как будто вы в нём видите отца. В своём мужчине. Вот. Это первое. Перевоспитание здесь, то, что вы хотите человека перевоспитать. Это может быть таким отражением отражением своего рода, ну, того как вы относитесь к себе самым. Вот. То есть это может быть такой, такой момент, такой момент, ну, не очень приятным, надо сказать. Ну, безусловно. Теперь давайте по тексту. Мне не нравится, как относится ко мне мужчина. Как его перевоспитать? Стоит ли это делать? Нет. Перевоспитывать совершенно точно никого не стоит. Потому что, как показывает практика, что люди могут перевоспитаться только в том случае, если хотят этого сами. Если они сами этого не хотят, то перевоспитываться они не будут. Вот. Потому что, ну, потому что нет никакой мотивации у людей это делать. Вот. Это неприятно. Неприятно то, что, ну, вот. То, что я говорю, это неприятно, но, на мой взгляд это, вот, как-то более чем реалистично, скажем так. Потому что вы же не родитель для своего мужчины, чтобы его стремиться перевоспитывать. Это, ну, как минимум несколько стран. Вот. То, что вам не нравится, как человек относится к вам. То, что вам это не нравится. Я очень хорошо об этом. Понимаю. Ну, вот в этой ситуации. Но вы сами сделали так, что человек вам относится вот, ну, таким образом. То есть вы сами привели к вам. То есть вам не нравится то, как вы приучили к себе относиться. Вам не нравится то, как вы видите себя. Вот. Ну, в этом смысле все довольно-таки как бы сказать все довольно-таки символично здесь. Потому что вот насколько вы себя не принимаете, вот настолько вам не нравится то, как относится к вам мужчина. Потому что его действие, и поведение, и отношение к вам, ну, отражает, по сути, то, как вы сами себя видите. Что, естественно, мне может быть чем-то приятным. Вот. Ну, вне всякого сомнения. Вот. Так что, опять же, что именно вам не нравится, да, и по какой причине вам это не нравится, тоже вот здесь нужно несколько несколько с этой, ну, с этой ситуации немножко подразобрать. Потому что момент достаточно важный. Дальше. Так. Меня зовут Алёна, мне 30 лет. У меня есть мужчина, которого я люблю, и мне нравится, как он ко мне относится. Ну, понимаете, Алёна, я вас, наверное, немножко расстрою. Вот. Дело в том, что, если вы человек любите, своего мужчину, то надо вам, грубо говоря, его принимать. Таким, как он есть. Если вы его не принимаете, таким, как он есть, то я боюсь, что можно ставить вопрос о том, насколько вы любите, насколько вы любите мужчину. Понимаете? Как раз так. Потому что любовь это... Потому что любовь это... Это... Принятие... В первую очередь... Если вы... Если вы... Человека... Не принимаете... Таким, как он есть... То... Что... О любви говорить... На мой взгляд... Нельзя. Да. Потому что... Это... Нельзя сам любовь. Не безусловно любовь. А значит, речь идет о чем-то другом. В таком с ним девять лет. Раньше у него... У меня была низкая самооценка, когда я была полная. Но... А... Сейчас... Оу... У... Измиропене... У... Скорole... Не... Что, если вы уже... Стою сейчас, с маяфинкой. Ну конкретно, стою сейчас с маяфинкой. Стою сейчас, с маяфинкой. Стою сейчас, с маяфинкой. Стою сейчас, с маяфинкой. Стою сейчас, с маяфинкой, с маяфинкой. Дальше. Следующий момент. Так. Значит, когда была полная... Я всё время всё тащил на себе. Думал об просьбествии. Неграсивый. От мужчины у меня не столько всех. Деньги я сама за работу. Когда я похудел, мне сказалось, что это мужчина, его зовут Владимир, мне стал больше любить. Ну, здесь, конечно, у меня к вам вопрос. Вот. Несколько такого типа, да. Будет, да. Вот вы, собственно, Уверены ли вы в том, что у вас всё хорошо? Вот. С маяфинкой. Уверены ли вы, что у вас всё хорошо со... С маяфинкой. Вот. Ну, вот это вот, наверное, очень... Такая важная история, на которую вам нужно обратить своё внимание. Вот. Потому что... Я, опять же, не уверен, что у вас сейчас самостоятельно всё хорошо. Дальше. Эм... Так. Значит, у меня синий, что Владимир испытывает меня так. Эм... Эм... Я тебя больше любит. Вы правда считаете? Вы всё в... Эм... Значит, эго. Вы правда считаете? Эм... Что? Эм... Человек. Эм... Может. Эм... Вас... Эм... Эм... Больше любить. Эм... Только из-за того, что вы... Эм... 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 Похудил. Например. Серьёзно? Ну, я... Эм... Я точно... Не уверен... Эм... Эм... Да. В том, что... Эм... Ну, что... У вас... Эм... Повыцелый фанатник. Вот. К... Эм... К... Эм... К... К... К сожалению. Вот. Ну, не уверен. Я в этом, вот, там, что-то, боюсь, что если бы у вас самартринга, значит, если бы у вас самартринга, если бы было бы хорошо, да, то вы бы, ну, не говорили о таких вещах. Мужчина не может любить вас больше, если у вас всё в порядке. Мужчина не может любить вас больше, а, по-моему, вы, там, похудели, например. Никак. Это не возможно. Но, напротив, если это есть, вот, если такой момент имеет место быть, вот, то, может быть, может быть, человек вас особо не любил никогда, а был с вами для того, чтобы как-то извлекаться от этого в пользу. Понимаете, да? Дальше. Мне, эм, так, сектор стал лучше, и новые стали больше его привлекать. Но, в данном плане, все осталось по-прежнему. У меня ощущение, что Владимир Республик меня, напротив, требуется больше и больше отменял. Ну, это, знаете, выглядит, эм, скорее как... Ну, желание нас, э, вот, подчинить, знаете, как это выглядит. То есть, э, ну, он, ну, мужчина, вот, э, вот, э, такое ощущение, да, что, э, хочет вас именно, вот, починить, чтобы вы полностью, полностью вообще, вот, э, принадлежали только ему, и, э, полностью от него зависело. Так это выглядит, по крайней мере. Вот. Поэтому, э, я, честно говоря, э, этой, э, вот, ситуации, э, в целом не удивлен, да? То есть, для меня она, она, эта ситуация не является какой-то такой, вот, неожиданностью, в этом, как, в этом, э, в этом, контексте. Вот. Но, э, я думаю, что мужчина пытается вас починить. Опять же, почему починить? Потому что, в какой-то степени отношения у вас, э, созависимые. Вот. В какой-то степени. э, э, то есть, э, что это значит, да? Что это значит, да? Что, значит, созависимые. В зависимых, это значит, что, э, вы нуждаетесь в, э, мужчине. Э, вот, э, мужчина нуждается в вас, то есть, тут, э, все, вот, э, в, э, ну, в какой-то степени, э, все более-менее понятно, что более-менее очевидно, более-менее логично подчиняется законам, э, законам, э, созависимых отношений, к сожалению. Вот. Другой вопрос, э, можно ли из этих отношений выйти? Э, можно, если, э, вы, э, будете реально над, э, с тобой работа, да? Если вы будете реально, э, сорат, что-то делать. Ну, делать это выходя, выходя из этих отношений. Э, э, так, э, значит, когда я была полная, я всегда думала про себя, что вот у меня работа, и Владимир меня полудит, похудей, и Владимир меня полудит. Сказываю, Владимир требует, чтобы я сама за свои деньги сделал ремонт в свою квартиру. Не, ну, вообще требование, э, как сказать, требование такое, ну, не самое, э, худшее, которое могло бы быть, то есть понятно, что вам неприятно, я, правда, не очень понимаю, чем, но, э, контекст. Э, я понимаю контекст, э, вот, в котором это требование даёт, даёт, и вам это, это, это вам, скорее всего, неприятно. Вот, э, ну, если мы говорим, ну, если мы, так вот, ближе к сути да, то, что вы гонитесь за... Ну что, такой ощущение да? Что вы гонитесь за... За, э, эм... Ну, если вы гонитесь за... Вы гонитесь с сосиской как ослик, вот, потому что вам, вот, сосиску, да, вам никогда не достичь сосиски, потому что человек либо любит, любит сразу, либо не любит. Тоже, вот, собственно, сразу, вот. Не бывает, не бывает такого, что человек сначала не любит, потом начинает любить. Точнее, это возможно, да, это возможно, это, я неправильно сказал, это реально, в плане того, что так бывает, но это не зависит от внешних факторов, совершенно точно, это не может зависит от того, что вы, ну, будете делать, да, то есть похудеете вы, вот, там, заниматься операцией, там, проведете какую-то, вот, то есть все это не важно. Вот, ну, вопрос, опять же, здесь в том, да, насколько вы это, например, понимаете, понимаете ли вы этот момент, и если вы привыкли, например, любовь завоевывать, то вы ее и будете завоевывать, ну, а людей вы будете получать как раз таких, которые будут для вас идеальными кандидатами, для того, чтобы эту самую любовь вы могли бы завоевать, то есть вы выбираете себе по факту таких мужчин, которые относятся к вам, так как вы относитесь к себе сами, вы выбираете таким мужчин, которые бы подтверждали бы и ваше отношение к себе. Нормально? Какая штука? А, это неприятно. Ну, это, это правда. Сидя, по, для тому, что вы пишете. Дальше. Честно, мне, человеку потрачено время на Владимира, я бы хотел с ним расстаться. Детей у нас нет, но у него есть видео о том, как мы занимались любовью. И что? То есть, по сути, это что? Это шантаж у вас или что? К чему вы вот это сказали? Что есть видео? Ну да, есть видео. И просто к чему вы это? То есть вы знаете, что он, если вы достанете, что он это видео выложил? Или что? То есть, ну вот к чему вы это написали? Что он вы встретил? Или может быть вы чего-то боитесь? Сами же. Если так, то давайте, ну, как-то вот со страхом поработаем, чтобы вы не боялись. Вот. Чтобы вы были более уверены в себе, например. То есть, как мне, как мне кажется, как мне кажется, вы вот до конца не определились с тем, что вы хотите. Потому что, ну, как бы да, если вы уйдёте, если вы собираетесь уходить, то, ну, мужчина это воспримет, мягко говоря, не с восторгом. Это правда. Но в том и суть, чтобы отстаивать свою позицию. Ведь к вам относятся так, как относятся именно из-за позиции. Из-за того, что вы готовы прогибаться, уступать, повторять обстоятельства влиять на вас через страх. Вот чего вы боитесь. Я поменял отношение к себе. Владимир, нет. Ну, честно говоря, я не уверен, что вы поменяли отношение к себе. Вот. Потому что я вижу, в общем, оставшиеся проблемы с самоценкой. Я вижу оставшиеся страхи. Вот. Я вижу некоторую условность. Вот. И привожность. То есть, всё это осталось. Я не вижу того, чтобы вы к себе отношение поменяли. Вот. Может быть, вы к себе отношение поменяли, ну, вот то, что вы имеете в виду, что вы поменяли отношение в плане того, что, значит, в плане того, что вы похудели. Вот. Вот. Может быть, вы это имеете в виду. Ну, это, как я и сказал, это вот само по себе не имеет ничего. Ничего. Самого, вот, само по себе. Потому что это опять, ну, та же условность. По сути, вы сменили вот силы на мыло здесь. Изменившись внешне, вы не изменились внутренне, духовно. Так. Как сделать так, чтобы начал вести себя как мужчина? Ну, начать вести себя с достойным, поднять самооценку, поработать над безусловным принятием себя. Начал проявлять мужские качества. Мужские качества он может проявить только женщины. Вы себя ведёте как мама, как... Простите меня за, может быть, неприятные для вас слова. Эм... Как луновая лошадь. И если вы ведёте себя как луновая лошадь, то мужчина не будет... Мужина не будет проявлять свои мужские качества. Зачем? Если есть женщина, которая способна... Что сделать за тебя? Для чего проявлять свои качества? Вот. Опять же, здесь я вижу некоторое противоречие, например, с тем, что вы пишете, что хотели бы с ним расстаться. То есть, если он изменится, то вы вроде как готовы с ним продолжать быть в отношениях. Ну вот. Но при этом вы говорите, что вы любите его, а любовь это принятие. Как я уже сказал, безусловно. И не очень понятно, как это все у вас вместе способно ужиться. Вот. Скорее всего, вы путаете несколько вещей смежных. Вот. Считаю, что он... Ну, выдавая одно за другое. Ну, на самом деле, вы ошибаетесь. Дальше. Ну, и кроме того, это позиция сердца. Меня как кого-то другого, но не себя. Он живёт с мамой. Меня практически родителей нет. Папа умер, когда мне было 18. Ну, если у вас здесь есть какие-то, ну, какие-то трудности с родителями, да, имеют место быть у вас. Вот. Соответственно, тут можно тоже, ну, поработать можно в этом направлении, чтобы вам помочь, ну, чтобы помочь вам в преодолении трудности. Ваших. Вот. Только, опять же, нужно, чтобы вы, ну, грубо говоря, чтобы вы позволили нам это сделать. Потому что сейчас, ну, вот, пока вы просто пишите запрос на перемену, ну, на перемену человека, да. Вот. Это всё, по сути, как, ну, мёртвый препарк. То есть, человек, ну, не изменится. Вот. К сожалению. Дальше. А как можно было перевоспитать мужчину или расстаться без скандала с ним? Расстать никак без изменения своей модели поведения. Расстаться без скандала можно только, если сами не будете скандалить прямо за скандалом. А с участием одного партнёра невозможно. Вот. Другое дело, если вы, другое дело, если вы боитесь скандала. Это вот уже совсем, совсем другая сторона. Если вы именно что скандала боитесь, вот, тогда это уже немножко другое. Вы боитесь, что человек вам, ну, например, что-то сделает? Допустим. Ну, ну, может ли он что-то сделать? Вам? Да, может, конечно. Конечно, он может вам что-то сделать и, вероятно, он сделает это. Вот. Если вы норосенсы скандалите. Вот. А нужно ли этого, нужно ли этого бояться? Нет, не нужно. Потому что это проверка. Ну, ваша проверка. То есть проверка на то, насколько вы, ну, насколько вы готовы к тому, чтобы бороться за свои счастья. То есть, такое ощущение, да, что вы говорите либо, что человек превоспитываем, либо расстаёмся без скандалов. Вот. Всё. Вас не особо смешает, что эти варианты полностью не зависят от вас. Вот. Ну, собственно, жаль, потому что... Было бы здорово, на мой взгляд, если бы вы больше ответственности, ну, брали на себя. Да. То есть, если бы вы, ну, именно самостоятельно решали вопрос, касающийся вашей жизни. То есть, они ждали от, допустим, ну, от людей, да, от человека какого-то. Вот. Ага, ну. Изменения и перемены, скажем так, скажем так. Вот. Вот. Принцип. То есть, то есть. Я могу вам сказать. Сказать. Да. Эти